Всем привет! В этом видео я продемонстрирую настройку межсетевого экрана через Actables. Будет полезно для тех кто обеспокоен безопасностью в сети, а точнее подключением к своему компьютеру извне. Хотя данное правило это не панацея, все что включено в сеть имеет потенциал быть взломанным. Итак, начнем мы с того что создадим две пользовательские цепочки, которые будут использоваться для открытия портов. Названия TCP и UDP соответствуют типу протоколов которым мы будем задавать правила. Также можно настроить свою систему в качестве нет шлюза, но мне это не надо поэтому я просто задам политику драб, запрет, для цепочки форвард. Цепочка Output отвечает за исходящий трафик, так как я настраиваю межсетевой экран для домашнего ПК я разрешу весь исходящий трафик команды Accept, если вам нужны более жесткие меры по исходящему трафику смотрите ссылку в комментарии под видео. Для цепочки Input запрещаем все команды Drop, это входящий трафик, его будем настраивать как полагается. Первое правило цепочки Input будет разрешать трафик установленных соединений и любой новый трафик, относящийся к ним, например, сообщения икмп об ошибке или эхо-ответы, пакеты, которые хост возвращает, когда его пингуют. Второе правило разрешит весь трафик от петли Vava, loopback, интерфейса, который необходим многим приложениям и службам. Loopback, это внутренний интерфейс, грубо говоря это наш localhost. Третье правило будет отбрасывать все пакеты с состоянием invalid, это правило будет отбрасывать все пакеты с неверными заголовками или контрольными суммами, неверными флагами TCP, неправильными икмп сообщениями, а также пакеты с неправильным порядковым номером, что может быть признаком атаки. Следующее правило разрешает входящие икмп х-запросы, известные как пинги. Только первый пакет будет считаться относящимся к категории NU, остальные будут обрабатываться правилом related, established. Если компьютер не является маршрутизатором, нет необходимости разрешать какой-либо другой икмп трафик с состоянием NU. Теперь мы прикрепим TCP, и UDP цепочки к цепочке input для обработки новых входящих соединений. TCP или UDP цепочки будут либо разрешать новые входящие соединения, либо отклонять их. Мы отклоняем TCP соединения пакетами TCP reset, out потоки, сообщениями икмп порт enrichable. Если запрашиваемый порт закрыт, это имитирует стандартное поведение Linux в соответствии с RFC и позволяет отправителю быстро закрыть соединения. Для прочих протоколов мы добавляем последнее правило в цепочку input. Чтобы отклонить остальной входящий трафик с икмп сообщением protocol enrichable, это также соответствует стандартному поведению Linux. Все настройки хранятся в файле IPTables rules, давайте сохраним то, что уже мы ввели. Как видите все указанные правила сохранились, после добавления новых правил всегда нужно перезаписывать этот файл, а теперь идем дальше. Разрешим входящие TCP соединения на порт 80 и порт 443 для веб-сервера, без этого не будет работать наш браузер. Порт 80, отвечает за HTTP соединения, а 443, за HTTPS, если вы хотите полностью ограничить доступ к HTTP, в силу ненадежности, то не открывайте порт 80, но тогда часть сайтов не будет работать. Также если вы используете SSH соединения, то откройте порт 22 и разрешить входящие TCP UPP запросы для DNS сервера, порт 53. Сохраним эти правила. Если из внешней сети пришел пакет с зарезервированным адресом отправителя, то имеет место подмена адреса. Стандартный способ блокирования таких пакетов, включить встроенную в ядро Linux проверку адреса отправителя пакета. То же самое можно сделать посредством NetFilter. Если вы хотите сделать вашу машину менее заметной в сети, хорошей идеей будет блокировать некоторые входящие запросы. Например запрос PIN, чтобы заблокировать эхо запросы, добавьте следующую строку файл 90 firewall.conf. Есть такая разновидность сканирования как синсканирование. При синсканировании сканер портов посылает синхронизационные пакеты на каждый порт с целью создать TCP соединение. Если порт закрыт, то возвращается ответ TCP Reset. Межсетевой экран просто отбрасывает входящий пакет, а открытый порт возвращает ответ SYNEC. Синсканированием можно определить, к примеру, открытый порт SSH, со всеми вытекающими. Для SSH лучше использовать нестандартные порты. Добавим правило в начало цепочки TCP. Это правило будет отвечать пакетам TCP Reset любому хосту, входившему в список TCP PORSKON в течение последних 60 секунд. Затем необходимо модифицировать правило отклонения TCP пакетов, чтобы добавлять все хосты с отклоненными пакетами к списку TCP PORSKON. Еще есть UDP сканирование, оно схоже со сканированием TCP SYNC за исключением того факта, что UDP является протоколом без установления соединения. В нем нет рукопожатия и подтверждений, вместо этого сканер посылает UDP пакеты на каждый UDP порт. Поскольку UDP – ненадежный протокол, у сканера нет возможности узнать о потере пакетов, поэтому он посылает серию запросов на каждый порт, с которого не вернулся ответ. Добавляем правило отклонения пакетов от хостов из списка UDP PORSKON в начало цепочки UDP. Затем модифицируем правило отклонения пакетов для UDP. Если вы применили хотя бы один из способов защиты выше, бывшее последним правило цепочки input более таковым не является. Теперь оно находится перед правилами защиты от сканирования и те по сути бесполезны. Просто удалите это правило, а затем добавьте его снова, это переместит его в конец цепочки. Субтитры сделал DimaTorzok Не забудьте сохранить правило и запустить службу Iptables Service. Конечно же это видео не является исчерпывающим, оно скорее для простых пользователей которые хотят кое-как себя обезопасить, для сканирования портов и последующих атак методов куда больше, но они актуальны скорее для серверов чем для простых ПК. И еще, если вы используете самбо сервер Elite Connect, или что-то подобное, вам будет необходимо открыть соответствующие порты, какие именно можно найти в интернете. На этом все, спасибо за просмотр, до скорого!